МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Информационная служба телекомпании БУК-ТВ и я, Павел Белявский, рады приветствовать вас в новогоднем итоговом выпуске программы БУК-ИНФОРМ. Мы провожаем в историю 2015 год. В эти минуты особенно остро чувствуется, как летит время, как быстро растут наши дети, как дорожим мы своими родными и близкими, как любим их. Каждый вспоминает сейчас самые важные для него события, встречи, слова. И все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу и немного чуда. А оно, как говорят, иногда случается. Но все же мы, прежде всего, рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом с нами. На то, что сможем совершить сами в работе и учебе, творчестве и созидании. Сможем изменить жизнь вокруг себя и сами станем немного лучше. Станем более чуткими и милосердными. Станем более щедрыми к своим близким, детям и родителям, друзьям и коллегам. Ко всем, кто нуждается в нашем участии. Встречая будущее, мы, конечно же, надеемся на радостные перемены и наши личные планы, неотделимы от Беларуси. Ее развитие, продолжение ее тысячелетней судьбы полностью зависит от нашей общей энергии и труда, от нашего единства и стремления сделать как можно больше полезного. Ведь только вместе мы сможем уверенно идти вперед, противостоять любым испытаниям, решать самые сложные задачи, строить сильное, успешное государство, современное, благополучное и свободное общество. В этом уверен и гость нашей программы – Александр Степанович Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета. Вместе с градоначальником наши корреспонденты расскажут вам, дорогие брещане, о том, каким стал 2015 год для берестейцев, чем запомнился особо. Ведь для нашей страны, для области и города он был непростым. Не всегда было легко и не все, что мы планировали, сбылось. Но все-таки нам этот год больше запомнился событиями, оставившими добрый след в истории. Александр Степанович, заканчивается 2015 год, и очень приятно, что мы встречаемся вот под этой елочкой с вами в последний день уходящего года. Год, который был достаточно сложным, тем более, что это был год, первый год вашего руководства городом. Так ведь, Александр Степанович? Тяжело было, легко было. Это можете рассказать вы. Какие итоги вы подводите, как градоначальник? Как сработал Брест в 2015 году? Легко ли было? Ну, вы правы. Наверное, в слове «тяжело» есть два слагаемых. Это субъективное мое и объективное. Наверное, 2015 год был непростым годом для экономики. Для экономики в целом нашего государства и для экономики города Бреста. Потому что те экономические вызовы, которые сформировались в мире в целом, естественно, они напрямую воздействуют и на работу народно-хозяйственного комплекса нашего города. Я скажу так, если в целом по году мы производим промышленной продукции на 1,6 млрд долларов, то очень важно, чтобы мы торговали с другими государствами, то есть экспортировали продукции на сумму более 1 млрд долларов. В этом случае мы будем иметь относительно нормальный баланс эффективности экономики. К сожалению, в этом году, прежде всего по причине девальвации российского рубля, в долларом эквиваленте наша торговля на внешних рынках дала сбой. В этом году мы наторговали на 800 млн долларов, что меньше в долларом эквиваленте, чем в 2014 году. Это большая проблема, которую мы стараемся решать. И к чести многих наших предприятий, они не потеряли этот рынок, они наоборот нарастили этот рынок, прежде всего в физических объемах. Это важно. Если мы не будем торговать, если мы не будем стараться продать свою продукцию за пределами Республики Беларусь, экономика наша не будет эффективной. Такая наша судьба, такая наша доля – быть экспортоориентированной экономикой. Городообразующие предприятия «Савушкин», «Санта-Бремор», «Гефест» – руководство и коллективы этих гигантов просчитывали и просчитывают каждый шаг. С первых моментов организации производства. За практически 20 лет на рынке они стали узнаваемы как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. Они имеют свои логистические центры стран от постсоветского пространства. Быть первопроходцами всегда сложно, но перефразировав пословицу, руководство этих предприятий говорит – трудности бояться в большой бизнес не ходить. «Савушкин» – это территория безопасности продукта и его качества. Лидер молочной отрасли страны, компания уже многие годы удерживает позиции любимого товара, о чем говорят победы в национальном конкурсе «Народная марка», результаты которого определяются народным голосованием. Создают молочное изобилие люди неравнодушные, которые вкладывают в продукцию свою душу и сердце. А еще вся продукция «Савушкина» создана из свежего корольего молока, без искусственных наполнителей и консервантов. Коллектив имеет бессрочную экспортную лицензию Евросоюза, которая позволяет поставлять цельномолочный продукт на европейский рынок. Брестский молочный гигант – единственный производитель в Беларуси, имеющий это право. Новая производственная площадка, пятая по счету, позволила специализироваться на переработке цельномолочной продукции. Вот в эксплуатацию новых мощностей значительно увеличил не только объемы, но и глубину переработки сырья. В новых цехах работают линии, которым в настоящее время аналогов в Беларуси нет. «Мы любим то, что мы делаем», говорят сотрудники открытого акционерного общества «Савушкин». Этот слоган проверен временем и подтвержден жизнью. Уже более 10 лет компания является признанным лидером в производстве молочной продукции в Беларуси, что подтверждают многочисленные победы в республиканских и международных конкурсах. А это свыше 300 дипломов, медалей и наград. Продукция «Савушкина» – любимая на столах белорусов. На Санта-Брэмор просчитывать каждый шаг начинали с первых моментов организации предприятия – 1997 год и 2015. Практически 20 лет на рынке, небольшое производство, огромное предприятие. Известное и узнаваемое, имеющее свои логистические центры в России, Казахстане, Украине, Молдове. Благодаря современной системе дистрибуции и логистики компания представлена сегодня в 29 странах мира. Санта-Брэмор – предприятие, которое отличается особыми подходами к качеству выпускаемой продукции. Это оценили. В ноябре 2013 года были проведены переговоры о сотрудничестве с Норвежским комитетом по рыбе. Цель переговоров – завоевание статуса продукта норвежского качества, что дает право наносить товарный знак «Нордж» на упаковку. Лишь после строгого аудита производственного процесса компании Санта-Брэмор по выпуску филе «Сельди Матиас» было дано разрешение на знак норвежского качества. Знак качества «Нордж» – это еще одно подтверждение качественного продукта от компании Санта-Брэмор. Качество, проверенного временем и нами потребителями. Бизнес-сотрудничество с Норвежским комитетом по рыбе налажено и осуществляется только на рынке Беларуси. А это успех. Сотрудники Санта-Брэмор делают каждый день немного больше, чем вчера. Следует простым правилам успешного ведения бизнеса, а потому есть результат. Я хочу сказать, что в целом по 2015 году мы заканчиваем этот год относительно сбалансированным бюджетом. Где-то пришлось ужаться, где-то пришлось пойти на, может быть, не очень популярные меры, но меры, которые способствуют оптимизации каких-то процессов. Но в этом году мы обеспечили своевременную выплату заработной платы. В этом году мы сохранили вектор социально-экономического развития города. В этом году город продолжил строиться. И как бы то ни было, вы все видите нормальные, хорошие объекты, которые появились в нашем городе. Это въезд в город, практически украшения нашего города. Это улица Пионерская от Московской до Янки Купалы, по-моему, очень неплохо получилось. Вы видели те два замечательных, больших оборудования, медицинских оборудования, которые мы установили в центральной городской больнице. Это тоже миллиарды рублей. Продолжается строительство ясли-сад начальной школы в Южном. Кукольный театр строится за счет бюджетных средств. И очень важно, я даже сказал бы, может быть, не менее важно, что в этом году 10 километров асфальтового покрытия мы положили. Три километра новых, я хочу подчеркнуть, новых тротуаров и велодорожек мы в этом году сделали. Город развивается. Да, хотелось бы больше, хотелось бы сразу, хотелось бы завтра. Но, повторюсь, в 2015 году, несмотря ни на что, нам удалось удержать эти темпы, нам удалось удержать приоритеты. И в целом год заканчиваем мы удовлетворительно. В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. И год будет таким, каким мы сами его сделаем. Насколько эффективно, творчески, результативно будет трудиться каждый из нас. Других рецептов просто нет. И мы должны выполнить, реализовать все намеченное. Ради себя, ради детей, ради Бреста и ради Беларуси. Мы надеемся, что Новый год будет щедрее и успешнее старого. И все у нас получится. Но все добрые перемены произойдут, только если мы вложим в них свой труд и ум. Потребуется приложить максимум усилий, чтобы не растерять достигнутого. Продвинуться вперед, рассчитывая в первую очередь на собственные силы и внутренние резервы, которые надо умело использовать. Немаловажно в этом вопросе и налаживание международных отношений, привлечение инвестиций в экономику города. Друзей, партнеров из других регионов, из других стран вы уже, несомненно, поздравили. Сколько у нас городов-побратимов, сколько у нас городов-партнеров, Александр Степанович? Ну, побратимские связи, наверное, для города Бреста имеют большое значение. И, как правило, инициируют это побратимство даже не сам город Брест, а желающие с нами дружить. Поэтому у нас уже 31 партнер, побратим. Здесь много слагаемых понятий побратим и партнер. Ну, будем считать, 31 город. Уровень эффективности нашей дружбы разный, но главный приоритет, который мы определяем для себя, это экономическое взаимодействие с нашими партнерами. Дружить ради дружбы, наверное, это здорово, но все-таки мы должны быть во власти прагматиками и наполнять реальные партнерские отношения реальными экономическими отношениями. То есть отношения, которые позволят нам организовать производство. И вот здесь я хотел бы, возможно, в контексте вашего первого вопроса сказать, что главным приоритетом, который мы будем уделять внимание в следующем году, все-таки будет приоритет создания рабочих мест, создания новых производств, создания новых организаций, учреждений, всех фромсобственности, которым нужны будут рабочие места, чтобы у Брещанина была возможность заработать. Если мы это сделаем, тогда все у нас получится. И абсолютно право наш глава государства, который предлагает оценивать эффективность деятельности местных органов власти по количеству созданных рабочих мест. Это сложная задача, которая нам предстоит решать в следующем году, но уже сейчас, в эти предновогодние дни, мы нацелены на то, чтобы создать максимум преференции для возможных инвесторов в экономику нашего города. Это максимум льгот для того, чтобы человек, имеющий возможность для инвестирования, остановил свой выбор именно на Бресте. И в этом контексте, опять же, вернусь к побратимским отношениям, наверное, представители побратимских городов должны быть в первую очередь заинтересованы в инвестициях сюда, в экономику нашего города. Продолжая разговор, Александр Рогачук подчеркнул, что некоторые из проектов уже реализованы посредством договоренностей. Самым важным граноначальник считает установление побратимских связей с грузинской Аджарией. Это довольно перспективный регион, перспективный, и для возможности брещан иметь комфортный и спокойный отдых на берегу моря в окрестностях Батуми. И перспективный с точки зрения того, что грузинский рынок – открытый рынок для нашей продукции. Есть очень много позиций экспорта, которые будут интересны для грузин. Поэтому у задачи на перспективу выйти на товарооборот порядка одного миллиона долларов и дальше эту тему развивать. Сегодня брестские предприятия, те предприятия, которые можно назвать сложными, это электроламповый завод и Брестермаш, Брестмаш, нацелены на подбор, на выпуск той продукции, которая была бы интересна аджарским партнерам. Время сейчас такое, что каждый шаг необходимо продумывать, планировать. В нашей беседе Александр Степанович рассказал о бюджете города, как распределялся он в 2015-м и какие статьи расходов будут главными в 2016-м году. Мэр подчеркнул, что горбюджет напрямую зависит от состояния дел в экономике самого Бреста. Сколько мы заработаем, столько мы можем и потратить. Потому в связи со сложившимися процессами в экономике принимались не совсем популярные решения по сокращению доходной и, соответственно, расходной части бюджета. А это примерно 175 миллиардов белорусских рублей. А это огромная сумма, позволившая бы решить многие городские вопросы. Но следует понимать, что эта мера вынужденная. Вы так улыбаетесь. Для вас, для городоначальника, какая самая непопулярная мера? Самая непопулярная мера все-таки это было вынесение на сессию, на рассмотрение депутатов наших предложений по сокращению расходов. Это были нужные объекты и очень необходимые объекты для реконструкции, для содержания нашего города. Это было не очень популярно. Но для людей, наверное, это не очень заметно. Ну а самая такая заметная мера, которая была, это было так называемое, я повторюсь, так называемое отключение электроэнергии. И мне немножечко... Ну в ночное время. В ночное время мне в этой ситуации немножко даже по-человеческой обидно, что она была преподнесена не совсем, не под тем соусом. Ну давайте порассуждаем с точки зрения здравого смысла. Если мы освещаем город, а город освещается в среднем где-то на 2 миллиарда рублей в декабре в месяце, да, и если мы эту сумму планируем и освещаем город в 8 вечера, точно так же, как в 3 часа ночи, там утра и так далее, наверное, это просто не по-государственному. И стоял выбор такой сложный, то есть завершить нам ли некоторые стройки, завершить ли нам субсидирование нашего коммунального хозяйства, вот, или ночью чуть-чуть сэкономить, то, конечно, мы пошли вот по этому пути экономии ночью. Но ни о каком отключении света речь не стояло. Речь идет о том, что надо ночью, с часу до пяти, все-таки проработать алгоритм дежурного освещения города, по которому можно ориентироваться, передвигаться и так далее. Это освещение перекрестков, это освещение основных магистралей, это освещение мест возможного нахождения, скоплений людей даже в ночное время. Но очень плохо, что этой схемы освещения в городе не было. Вот почему буквально в течение недели мы эту работу наращивали по ночам, и практически сейчас эта тема себя уже закрылась, потому что уже то дежурное освещение, которое есть с часу до пяти, оно практически соответствует таким нормальным требованиям освещенности нашего города. На праздничные дни до Старого Нового года мы вообще не собираемся ничего выключать, поэтому здесь эта тема закрыта. Но уже коль я пережил вот этот не самый популярный, как говорится, момент своей деятельности, моя задача в следующем году, чтобы горожане почувствовали, что освещение вечернее стало более эффективным, что освещение вечернее стало ярче и, наверное, более современным. Поэтому мы собираемся существенно переориентировать наше освещение на светодиоды, на новые технологии, на более энергосберегающие технологии, наверное, это будет более правильно, чтобы мы, пережив вот этот болезненный период, почувствовали, что город Брест – это все-таки город света. Город Брест – город света. Как красиво звучит, но не менее красиво, не менее ответственно звучит и Брест – культурная столица 2015. Именно этот статус был присвоен областному центру, и это заслужено. Давайте вспомним самые яркие, незабываемые страницы культурной жизни города над Богом в году уходящем. В прошлом году, 12 декабря, Брест стал культурной столицей Беларуси. Этот почетный статус дал возможность талантливым, инициативным и просто неравнодушным горожанам проявить себя, стать идейными вдохновителями многих творческих проектов. Пока одни принимали участие в первом «За историю города» карнавале, другие организовывали встречу брещан с живой легендой польского кинематографа. И это лишь два из порядка 200 мероприятий в этом году. Настало время вспомнить, какой она была, культурная столица Беларуси, 2015. Начальный аккорд проекту «Брест. Культурная столица Беларуси» дал 27-й международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». Оперный спектакль, мастер-классы и выступления кумира многих поколений, народного артиста России Сергея Захарова. Такой программы на форуме еще не было. Однако центральным событием музыкальной недели стала торжественная церемония передачи почетного звания Бресту от культурной столицы 2014 города Гродно. Министр культуры Борис Светлов отметил, что статус жителей столичного города брещане заслужили уже давно. Это год 70-ти годы нашей перемоги. И тому, как мы все узважили, выражили, что требует проводить все культурные мероприемства с акцентом на Брест. Это у нас год молодцы. И тому, что каждое наше мероприемство, которое мы не проводили, чему бы явно не было присвечено, мы безумовно тут уличаем вот эту молодцовую складающую. Так само и кожная заявка, которая будет отбываться в Бресте, как культурная столица этого года, она так само будет носить вот этот акцент, этот налет молодцовую носить. На первый год, дозволите повиншовать у всех биросейцев знабытьем статуса культурной столицы. Дякуючи инициативе Министерства культуры, каждый город мае шанс быть столицей один год, а лишь мы особо гоноримся тем, что мы столица 15-го года, года 70-го до Великой Перемоги и года, когда нам застанется меньше 5 годов до наших тысячах годзи. Ровно через 9 месяцев на этих же подмостках, подмостках Брестского академического театра драмы, был торжественно поднят занавес международного театрального фестиваля «Белая Вежа». В этом году 20-ю юбилейную афишу составили коллективы, которые на протяжении 19 лет завоевывали Гран-при форума. Артисты из Армении, Белоруссии и Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Латвии и Литвы, Молдовы, Польши, России, Туниса и Украины. География участников впечатляет. Аншлаговый фестиваль, безусловно, является брендом культурной столицы. О, Венеция! Венеция, Венеция, Венеция! Вот, наконец, целую я твои святые берега, как будто слюбль не слюбля, как будто это сон отдал. Ведь волны колыбелью были мне в дороге, я и уснул. Культурную эстафету с энтузиазмом подхватили библиотеки и музеи города. Уже в конце марта по транспортным артериям Бреста начал колесить исторический троллейбус, который дал возможность пассажирам узнать историю города буквально по дороге домой. Через месяц к необычному транспорту присоединился еще один. Речь идет о поэтическом троллейбусе, в салоне которого в преддверии 9 мая звучали стихотворения о войне. После музеев на колесах культурная акция буквально зажгла СМИ-индустрию создания сайта «Брест. Культурная столица», песни и клипа о нашем пограничном городе. Более того, в следующем году планируется запуск радиопроекта «Серебряный век», который достойно продолжит концепцию библиотек, как культурного проводника и информационного просветителя города. Целый год у нас был праздник. Конечно, и работали много над этим, но столько получилось интересных мероприятий, столько замечательных дел в нашей копилке. Ну и я очень рада, конечно, что следующий год будет объявлен годом культуры в Республике Беларусь. У нас запланировано много мероприятий, и в следующем году, я думаю, горожане будут очень рады. В унисон-библиотекам работали и музеи города, которые буквально перевернули представление многих горожан о деятельности и сотрудниках учреждения. Под девизом «Музей – это модное место» в июне в Брестском Краевеческом состоялся первый модный четверг, который дал старт целой череде культурных проектов. Речь идет о выставке «Уникальный экспонат» и вернисаже Дмитрия Стелецкого, о музыкальных пятницах и завоевавшей популярность в модных четвергах. В новом году список инициатив пополнит еще одно событие. Мы предлагаем в следующем году попробовать квест по всем нашим музейным объектам и еще по Брестской крепости, по Музее обороны Брестской крепости. Это пять музеев. Будет называться «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать». Это такой годовой долгоиграющий проект. Ну и ряд других, просто не хочется открывать секрет. Самой яркой жемчужиной проекта «Брест. Культурная столица» стал первый в истории города карнавал. Зажигательные ритмы латино, танцоры в умопомрачительных костюмах, акробаты, гимнасты, виртозы, фокусники. Шествие под бразильскую музыку стало, пожалуй, лучшим подарком на день рождения для Бреста и для его жителей. Сегодня, спустя полгода, один из организаторов карнавала, Марина Горбикова, посвятила нашу съемочную группу в планы о карнавале на будущее 2 августа. «Наша мечта – сделать этот карнавал международным, чтобы помимо наших собственных сил еще присутствовали гости. Это очень интересно. Я думаю, нашим жителям это будет интересно узнать более. Может быть, когда-нибудь, ну на юбилей нашего города, и Бразилия приедет к нам на карнавал. А почему бы нет? Казалось, что после карнавального шествия Брещан уже сложно чем-то удивить. Но не тут-то было. Визит в наш пограничный город живой легенды польского кинематографа Ежи Гофмана произвел на Брещан сильное впечатление. Впрочем, как и его фильмы. К примеру, киноэпопея «Потоп», новую версию которой он привез показать брестскому зрителю. На творческой встрече был аншлаг, оно и понятно. Увидеть и пообщаться с Ежи Гофманом собралось много брещан. Знаменитый поляк, приехав в город над Бугом по просьбе фотокорреспондента брестского курьера Ирины Шепелевич, с которой он познакомился в Польше. Для Ежи Ирина стала музой, а она до сих пор с придыханием вспоминает первые впечатления об этом поистине великом человеке. Когда на площади в Замостио проходил фестиваль, мы смотрели кино, 78-й год, фильм старый, исторический. Когда вышел Ежи Гофман и сказал, что все это действие на полторы тысячи конницы, людей, 535 дней съемок было выполнено одной камерой на студии «Беларусьфильм». Это было первое самое яркое, что запомнилось, отложилось в памяти. Довженко и «Беларусьфильм» две студии помогали ему в реализации этого фильма. Он сказал, в Польше бы мы сами не справились. Кстати, Ирина вместе с редактором газеты «Брестский курьер» Николаем Александровым выступила инициатором создания в гостинице «Бук» музея комнаты Владимира Высоцкого, а также бортформа «Полоса нейтральная». Имя советского поэта-песенника, актера и автора знаменитых баллад и стихов красной нитью проходит через наш пограничный город. Дед поэта родился в конце XIX века в Брест-Литовске. Высоцкий много раз был проездом в областном центре, гостил у некоторых брещан и даже останавливался в гостинице «Бук». Все эти факты стали своего рода фундаментом для идеи увековечить имя знаменитого современника на Брестской земле в виде мемориальной комнаты памятного знака, наконец, в виде новой традиции проведения бортформов. Девиз из песни Высоцкого «В темноте» – «Ничего распогодится» на нашей газете красуется уже почти 25 лет, с самого начала. И Высоцкий, ну, не сказать, чтобы мой кумир, но тот поэт, которого я считаю вершиной XX века российского поэтического творчества. Бортфорум удался. Это оценка и гостей, и городских властей, и людей, знающих творчество Высоцкого. И когда грузинский борт Акаки Гачачелидзе, побывав здесь, он был один из самых ярких исполнителей, приехал в Тбилиси, он тут же, по примеру Брестского бортфорума, затеял свой грузинский фестиваль имени Высоцкого. То есть это зажгло, это уже пошло гулять по странам. Выше перечисленные мероприятия – самые знаковые и яркие в выходящем году. Всех героев и организаторов встреч, форумов, инициатив, какими разными бы они ни были, объединяет одно – любовь к родному городу, желание сделать его еще лучше и красивее. Да и как может быть иначе вместе с такой богатой и славной историей в городе, который два раза буквально уничтожали во время войн, а он, вопреки всему, возрождался из пепла в новом обличии. На священной земле, которые 70 лет назад доблестно защищали солдаты Великой Победы. Брест – лучший город на планете, город талантливых, инициативных и замечательных людей, благодаря которым Брест можно смело называть культурной столицей Беларуси. Ну а я желаю зрителям нашего канала не терять творческого запала. Пусть и задуманное обязательно в будущем году сбудется. И помните, что все начинается с культуры. Ну иди сюда. Город должен знать героев своих в лицо. Ну давай. С Новым Годом! Самое неоценимое богатство в нашей с вами жизни – это время. И вопреки всему, 15-й год нового века не стал несчастливым. Каждый из нас может вспомнить самые значительные для него события и встречи. Мы прожили этот год на одном дыхании, как единая большая семья. Каждый из нас чувствовал себя неотъемлемой частью великого и гордого целого, имя которому – Беларусь. Мы сердцем ощутили это единение в минуты принесения священной клятвы на площади государственного флага. Мы сроднились с этим чувством и порой даже не осознаем, какое это на самом деле огромное, неоценимое счастье – жить на своей земле, свободно дышать ее воздухом, пить ее кристальную воду и чувствовать себя одновременно ее любимым сыном и заботливым хозяином. И знать, что над тобой не властен никто, кроме твоего разума и твоей совести. То, что это счастье у нас есть, что нам удалось отстоять его, наполняет наши сердца уверенностью и надеждой. С чувством глубокой благодарности поколению ветеранов мы отпраздновали 70-летие Великой Победы. Тепло отметили день освобождения и день рождения любимого города, который еще на шаг приблизился к своему тысячелетию. В 2015-м Брест встречал святейшего патриарха Московского и всей Аруси Кирилла, который совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе, а также в скорбную для всех людей дату 22 июня принял участие в митинге-реквияме, посвященном памяти павших участников Великой Отечественной войны. Согласно социологическим опросам, большинство жителей нашей страны главным событием уходящего года считают выборы президента Республики Беларусь. И это неудивительно, ведь от итогов 11 октября зависит будущее страны. И белорусы свой выбор сделали. В пятый раз президентом нашей страны стал Александр Лукашенко. Голосовать шли дружно, с семьями и с друзьями, как на праздник. Наверное, у белорусов менталитет такой. За свое будущее, за будущее своих детей уже в первой половине дня 11 октября отдали свой голос порядка 60% брестских избирателей. Среди тех, кто в основной день голосования пришел делать свой выбор, был и председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис. У меня уже в традиции рано утром обычно приходить на избирательные участки. Самое главное, чтобы люди приняли участие. Этим они выражают свое отношение к власти. И поэтому мы будем видеть по итогам голосования, как люди относятся к нашей работе. Анатолий Васильевич, за что вы лично сегодня голосуете? За нашу страну, которая есть на сегодня и которая будет завтра, я уверен в этом. Уверенность – это обосновано. За прошедшие пятилетия многое сделано в стране, сделано в Брестском крае. Удивительно красивые наши города. Каждый приезжающий отмечает чистоту и порядок. Дворцы спорта, учреждения культуры, торговые объекты растут на востройке, возводятся мосты, реконструируются дороги. Немало средств вложено в медицину и образование. Брестские врачи проводят такие операции, которые еще десяток лет назад были неподвластны их скальпелю и нашему пониманию. Сегодня современная медицина может творить чудеса. Все это означает, что все мы за эти годы прошли проверку на государственное совершеннолетие, что политика – государство правильное. За стабильность, мир на родной земле, спокойствие. За Беларусь, за лучшее, чтобы отглушивать впереди. Хочется, как матери мира, стабильности, покоя. Хочется, чтобы каждый избиратель сделал правильный выбор. Волновалась очень, переживала. С мамой пришла, меня очень поддерживала. Голосовала за независимую Беларусь, чтобы хорошо училась, учиться было здесь, процветать. Мы голосовали за будущее, за мир. Одним из основных пунктов предвыборной программы вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко является сохранение мира и покоя на белорусской земле, что очень символично в год 70-летия Великой Победы. Этот юбилей без преувеличения отмечала вся страна. Ветеранам Великой Отечественной в силу возраста все сложнее принимать участие в торжественных мероприятиях. Однако от них вряд ли можно услышать жалобу. Закаленные суровым военным временем, они и сегодня, в уже почтенных летах, тверды духом и стараются сохранять бодрость и оптимизм. А как иначе, по их собственному признанию, прийти 9 мая в Брестскую крепость – это не обязанность, право или привилегия. Это настоящее счастье, цена которого – 1418 дней нечеловеческих страданий, боли и потерь. Это радостное слово – победа. Оно должно быть везде радостное. И на полях, и на стадионах, и везде, где человек живет. Мы, белорусы, заслужили то, чтобы жить хорошо. Все у нас есть. Лишь бы был мир на земле. Чтобы наших детей, внуков, правнуков никогда не коснулось крыло войны. Это страшно. Отличное настроение. Спасибо вам. И мы встречаем. О, молодец. Вот это правнучек трехкратный. Правнучек, за которого воевали. Правда, конечно. И они будут героями тоже. Еще одна важная дата, которую не принято отмечать, но нельзя забыть – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. 2015-й отмерил 74-й год с того страшного утра 22 июня. Но ни время, ни любые другие обстоятельства не властны над памятью народа. И с года в год рассвет 22 июньского дня тысячи людей встречают в крепости, чтобы отдать дань памяти и уважения. В 2015-м вместе с белорусами в эти часы был патриарх Московский Евсея Руси Кирилл, который находился в нашей стране с официальным визитом. Выступая перед собравшимися, патриарх подчеркнул, что защитники Брестской крепости, которая стала первым пунктом обороны, явили миру образ единства. И в нашей жизни должно быть нечто, что связывает нас не менее прочно, а в каких-то случаях и обстоятельствах более прочно, чем родная кровь. Мы все, все с вами одна семья. И не только потому, что в нас течет кровь, восходящая к нашим предкам, но и потому, что мы прожили одну историю и радости, и скорби. И как поделить эту историю, как разделить крепость Брестскую на какие такие секторы, где мы в соответствии с национальными предпочтениями осуществлялись те или иные церемонии. Есть вещи неделимые, как в идеале неделима человеческая семья. И вот эта героическая защита Брестской крепости является символом единства, образ единства. И способность совместно преодолевать смертельную опасность и побеждать. Потому что защитники Брестской крепости победили врага. И именно поэтому мы сегодня стоим здесь, конечно, со смешанными чувствами боли за всех тех, в основном молодых людей, которые погибли в первые дни войны, но одновременно с какой же гордостью и с каким чувством трепета мысленно склоняешь голову перед этим подвигом, сознавая его значение для самого себя, для каждого современного человека, будь то белорус или россиянин, украинец. Для каждого, кто является наследником великого прошлого, я от всего сердца желаю мира и процветания всему нашему народу, вне зависимости от национальности. Народу, который вышел из единой купели крещения, который и сегодня живет в разных суверенных государствах, суверенитеты которого признаются и уважаются всеми. Но народ с его судьбой, с его историческим путем, это наш народ. Из-за него проливали кровь герои крепости. И дай Бог мира и процветания нашему народу. Дай Бог процветания Бресту, Белорусской земле, земле российской, земле украинской и многим-многим людям, которые по духу наши братья и сестры. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. С каждым годом эту июньскую ночь в стенах Брестской крепости проводят все больше гостей из разных точек земного шара. Все чаще сюда приводят детей. Связь поколений в такой момент это не просто красивые слова. Они приобретают реальный, практически осязаемый образ. Образ солдата войны, подарившего нам тысячи мирных расцветов с 1945-го и молодого потомка, который обещает сохранить этот мир и после 2015-го. Уходящий год с его серьезными конфликтами на международной арене и большими историческими датами еще раз показал, как важно ценить и беречь мирное небо над головой. А потому в 2016-м я желаю всем нам мира, гармонии и благополучия в себе, в семье, в стране и мире. События, годы, люди. Это вехи нашей истории. В них корни любой страны. В них животворный родник обновления. Родник добрых дел. Об этом и не только. Сотрудники телекомпании Бук ТВ мы рассказывали вам на протяжении всего года. Мы продолжим также творчески работать для вас, но уже в несколько ином статусе. В статусе информационного источника Брестского городского исполнительного комитета. Я думаю, вам будет интересно узнать о нас немножко больше. Телекомпания Бук ТВ находится в самом сердце Бреста, на бульваре космонавтов. До ближинства учреждений отсюда рукой подать, что очень важно, учитывая основную направленность канала, информатизацию населения. Творческий коллектив телекомпании стремится максимально оперативно, объективно и многосторонне рассказывать жителям Брещена о событиях, которые происходят в области, стране и мире. Бук ТВ – дружный коллектив единомышленников, в рядах которого сегодня насчитывается около 30 человек. Структуру телекомпании составляют несколько отделов – административный, новостной, эфирный, рекламный, а также редакция программы «Примите поздравления». Самый многочисленный из них – новостной. Здесь, на Ниве, создание качественного информационного продукта, то есть интересных и полезных сюжетов о событиях, которые произошли в городе Бресте и регионе, трудится 13 человек. Главный редактор – режиссеры монтажа, дикторы, журналисты и операторы. У каждого из них свои функции и задачи, от своевременного и эффективного выполнения которых зависит конечный результат работы всего коллектива. Программа «Буганформ», которая и является новостным контентом канала, выходит пять дней в неделю в формате ежедневных новостей и по субботам в расширенном итоговом варианте. Один выпуск в среднем состоит из пяти сюжетов. Нетрудно сосчитать, сколько информационных поводов находят, снимают и демонстрируют зрителям сотрудники отдела информации. Зона вещания у канала в настоящее время охватывает Брест и населенные пункты, находящиеся на расстоянии не далее 100 километров от него. Однако останавливаться на этом руководство Буктова не намерено в планах расширения. В первую очередь за счет вхождения в сетку кабельных сетей и районных центров. Проект этот для частного телеканала, каким и является Бук, очень амбициозный, однако реальный и выполнимый. Ведь главное – желание работать и развиваться. И этими качествами сотрудники телеканала наделены. Ни для кого не секрет, что на телевидении могут работать только люди увлеченные, настоящие фанаты своего дела. Два десятилетия для телевизионного канала возраст еще молодой. Но за эти годы уже сделано немало. Нас знают, смотрят и, хочется верить, любят тысячи жителей Брещины. Что придает желание и сил творить и развиваться на многие годы вперед. Руководство города, я лично высоко оцениваю ваш вклад в информационное пространство нашего города, региона, Брестской области и решение губернатора о том, чтобы ваш телеканал был городским телеканалом. Для меня это очень приятное решение, поэтому мы нацелены на взаимодействие. И это взаимодействие, наверное, мы будем строить по многим направлениям, в том числе предварительного информирования горожан, что собирается делать власть. Люди должны понимать, почему мы не здесь не делаем асфальт, предположим, потому что там через год будем копать канализацию. Почему мы здесь не делаем тротуар, потому что есть статьи республиканского бюджета, и этот тротуар будет сделан в контексте других статей и так далее. То есть я, как прагматик все-таки, скорее всего, не креативщик, а прагматик, заинтересован в нашем нормальном взаимодействии, где вместе с вами мы будем рассказывать горожанам о наших действиях, о наших проектах, о наших планах, и, конечно, о нашем городе. Это очень важно. Поэтому я буду надеяться, что все у нас получится. В этот чудесный праздничный вечер хочется сказать самые добрые слова нашим учителям и врачам, хранителям наших душ и сердец, чьи мудрость и забота даруют нам знания и здоровье. Нашим ученым, пытливый разум которых обновляет и преображает мир. Нашим специалистам, рабочим, строителям, нашим крестьянам, руками которых создается наш материальный достаток и благополучие. Людям в погонах, оберегающим мир, закон, порядок и безопасность. Отлично показало себя в уходящем году молодое поколение бойцов, проходящих военную службу. В подразделениях 38-й отдельной мобильной и 111-й артиллерийской бригад зенитного ракетного полка войсковой части 55-26. Высокий уровень подготовки, бойцовские качества они показывали как на территории Беларуси, так и на полигонах стран-зарубежья. 2015 год стал насыщенным событиями и прошел плодотворно для работников службы дня и ночи. Те, кто прекрасно знают, что такое трудности и как с ними справляться. Те, для кого служебный долг не просто громкие слова, а бессменный постулат. Берестейские огнеборцы существенно пополнили копилку достижений структуры МЧС области. Преданность делу и профессионализм поспособствовали улучшению показателей и достижению стабильной обстановки во всех регионах Брещины. Будни представителей аварийно-спасательной службы всегда насыщены, каждая смена не похожа на другую. Что ожидает МЧСовцев и какие задачи поставить новый день неизвестно. Однако к сложностям им не привыкать, как и полагается настоящим бойцам, огнеборцы самоотверженно идут на риск ради спасения людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Служебный долг превыше всего, а значит, должна быть готовность к номер один. Последствия злойной погоды пожара на Столинщине, захватившие большие территории этим летом, пожалуй, показательный пример. Взаимодействие и слаженность работы подразделений МЧС районных центров Брещины плюс профессионализм каждого из представителей большой структуры стали решающими в ликвидации происшествия такого масштаба. И таких случаев в практике МЧСовцев было немало. Жаркое лето то и дело давало о себе знать. Быть на чеку обязывала сложная обстановка. Грамотность, оперативность, боевая подготовка все это на деле демонстрировали пожарные в борьбе со стихией. Однако не только успехи в служебной деятельности характеризуют людей благородной профессией, но и проявленные ими отзывчивость и высокие человеческие качества. Как иначе объяснить активное участие спасателей в уборочной кампании 2015. По благодоброго дела процветания Брестского края они трудились в свободное от основной деятельности время. О результате красноречиво свидетельствовали высокие показатели. Работниками МЧС области в этом году было намолочено почти 25 тысяч тонн зерновых. Наши специалисты, кто раньше работал в сельском хозяйстве механизатором, комбайнером, он понимает ситуацию, умеет грамотно работать на такой сложной технике, его приглашают, он сам инициативу проявляет и оказывает помощь сельскому хозяйству в уборочной стране. 48 человек работало в текущем году в этом направлении. 24 работника они превзошли рубеж полторы тысячи тонн, а вот два работника превзошли рубеж две тысячи тонн зерновых по сбору зерновых. В выходящем году подразделения пожарной аварийно-спасательной службы области совершили порядка 6 тысяч боевых выездов с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания всесторонней помощи жителям Брещины. На эффективность работы повлияло и улучшение условий деятельности личного состава МЧС, строительство новых зданий, а также реконструкция существующих. Значимым событием стало пополнение подразделений области современной техникой, автоцистернами. Боевую готовность МЧСовцев повысила поступление нескольких сотен единиц аварийно-спасательного оборудования. Год уходящий стал удачным для тех, кто много лет несет службу в подразделениях МЧС Брестской области. Высокая оценка за профессионализм на республиканском уровне, заслуженная награда за труд. Ей были удостоены сразу три представителя службы дня и ночи. По итогам республиканского конкурса профессионального мастерства лучшими в своем деле стали диспетчер Брестского городского отдела ПЧС Владимир Шелеев, водитель пожарной службы Малоритского районного отдела под чрезвычайным ситуациям Александр Абрамчук. Почетное звание лучшего спасателя Республики Беларусь завоевал пожарный аварийно-спасательной части номер три Пинского горное отдела Александр Клитаница. В канун Нового года государственную награду и звание заслуженного спасателя Республики Беларусь получил начальник Брестского областного управления под чрезвычайным ситуациям Константин Шершунович. Такие успехи говорят о многом. Вспоминая год довольно непростой для спасателей, глава МЧС Брестской области признался, Огнеборцы работали в полную силу. Профессионализм и выдержка помогли им достичь высоких результатов в разных направлениях деятельности. Положительный эффект в работе, по словам начальника областного управления, регулярные взаимодействия и обмен опытом с польскими и украинскими коллегами. Подводя итоги года, мы не могли не поинтересоваться, с каким настроем сотрудники службы дня и ночи вступают в наступающий 2016-й. Мы говорим, что в текущем году действительно выполнен такой широкомасштабный объем работы, который существенно повлиял на вопросы безопасности на территории нашей области. И мы надеемся, что следующий год будет еще более в этом плане результативным. А то, что личный состав, он всегда готов выполнять поставленную задачу. Повторюсь, потому что ежегодно условия службы, несения службы, повышения боевой готовности улучшаются. Улучшаются, как и в получении современной техники, современного оборудования, экипировки личного состава. Поэтому с хорошим настроением мы встречаем 2016-й год и жителям Брестской области тоже желаем хорошего настроения, чтобы в каждой семье царило благополучие, добрая обстановка и обязательно безопасность. С тем, что спасатель не просто профессия, а призвание сложно не согласиться. Тем более, если перед глазами пример людей, преданно несущих службу. Их работа и опасна, и трудна, и в этом нет никаких сомнений. Однако сложности любого масштаба спасателям брещены по плечу. Что хочется пожелать в году наступающем? Хранить очаг домашний, не допускать под кровь стихий. И пусть сгорают все напасти, чтобы вы смогли свой дом спасти. София Бережная, Эдуард Бакунович, антону Говкин, специально для этого выпуска в уходящем году. Стучится Новый год в окошке нашем. И даже самые суровые сердца наполняются ожиданием сказки. В эти волшебные предновогодние минуты хочется пожелать взрослого оптимизма и детской веры в то, что все с боем курантов сложится по-новому и самым удачным образом. Не важно, что оставляем мы в году уходящим. Поблагодарим его за хорошее и оставим плохое в прошлом. Откроем белый, снежный, новогодний, чистый лист и напишем на нем все то, что хотим воплотить в своей судьбе. Пожалуй, только новогодние праздники способны вернуть любого, даже самого серьезного взрослого человека в детство, подарить бурю эмоций и ярких впечатлений. Каждый из нас на рубеже Старого и Нового года верит в сказку и чудо. А ведь сказка в эти минуты на самом деле рядом. Эта история началась в одной самой обычной стране, в одном самом обычном городе, в одной самой обычной квартире, где жил, на первый взгляд, самый обычный мальчик Тимофей. Приближались праздники и ему, как и каждому ребенку, в эти предновогодние дни хотелось чуда и встречи с настоящим волшебством. Поэтому он решил написать свое послание главному новогоднему сказочнику. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Тимофей. Мне 9 лет. Дедушка Мороз, я хочу себе на Новый год картину для рисования. Итак, строчка за строчкой на бумаге рождалось письмо. Искреннее, детское. Пусть на нем и нет точного почтового адреса, но все прекрасно знают, что письма доходят до главного новогоднего сказочника даже по одной записи в адресной строке Деду Морозу. Закончив с написанием, упаковав письмо в конверт, Тимофей отправился на почту, где пустил его в почтовый ящик. Послание мальчика, как и сотня других открыток и листовок, попало в руки почтальона, разносившего конверты и каталоги. Однако, в предпраздничной суете почтальон, сверяя адреса и назначения, не заметила, как из кипы бумаг выпало письмо. Письмо нашего маленького мечтателя, лежавшее на самом краю. У Деда Мороза Юрия Тесли закончился рабочий день. Да-да, вы не ослышались. Просто Юрий актер, и новогодние и рождественские праздники для него час пик в работе. Оставив до завтра свой парадный наряд, смыв грим и сняв роскошную пушистую белую бороду, он собирался домой, чтобы немного отдохнуть и отправиться за покупками и подарками для близких и родных. Казалось бы, что могло связать эти две совершенно разные жизненные истории. Однако, с этого сказка только начинается. Одевшись потеплее, собрав все необходимое, Юрий отправился домой. Выходя из торгового центра, он случайно заметил на ступеньках конверт. Наклонившись, наш герой обратил внимание на то, что письмо подписано детским почерком, и на нем всего две надписи Деду Морозу Актера, который уже не один год работая с детьми в предпраздничные дни, не могло не тронуть это искреннее детское послание, в каждой строчке которого ощущалась вера в чудо и искреннее желание получить свой маленький заветный подарок. Недолго думая, Дед Мороз Юрий отправился на новогоднюю ярмарку, где без труда отыскал все то, что просил в своем письме Тимофей. Да, это было несложно. Жажда научиться рисовать двигала этим талантливым ребенком, который, как и его сверстники в предновогодние дни, верит, что чудеса живут вокруг нас. Прошло несколько дней, настали зимние каникулы. Тимофей оставался дома, ожидая ответ главного новогоднего сказочника. За это время он столько успел сделать, что уже и не знал, чем занять себя. Даже любимый планшет с играми уже не был таким интересным. Но ведь сказка не может закончиться просто так. Кто бы это мог быть? Промелькнуло в мыслях мальчика. Вроде все уже дома, однако любопытство оказалось сильнее. Набравшись смелости, он открыл дверь. В коридоре, конечно же, никого уже не было, но у самых дверей Тимофея ожидал празднично упакованный подарок. Я желаю, чтобы в новом году у каждого из вас появился такой же Дед Мороз, который бы приходил на помощь даже тогда, когда, казалось бы, уже ее не ждешь. Удачи и мира, добра и любви. До встречи в новом 2016 году. Давайте в следующем году будем ценить и беречь друг друга, подавая пример нашим детям. Ведь мир стоит не на слонах и китах, как думали в древности, и не на деньгах, как некоторые думают сейчас. Он от века стоял и держится ныне на любви и заботе. И новогодняя ночь, самое время вспомнить об этом. Дорогие друзья, желаю всем здоровья, любви и счастья. Пусть рождаются дети, реализуются все добрые помыслы. Пусть в каждом доме, в каждой семье царит радость и согласие. Тогда и Беларусь будет стоять прочно и нерушимо. В новом году мы хотим пожелать самое главное счастья. Чтоб все были здоровы, не болели, чтоб у всех исполнились их мечты, желания. Всего-всего самого хорошего в наступающем новом году. С новым годом, с новым счастьем. Легкости, чтоб не думали о проблемах, которые происходят вокруг. Все будет хорошо. А чего городу хотели бы пожелать? Городу. Именно в Новый год праздничного настроения. Мне хотелось бы, чтобы это была культурная столица Беларуси. Ну, хотя бы еще раз в год. Мне кажется, он принесет нам еще больше счастья и еще больше уверенности в завтрашний день. Скажите, пожалуйста, а городу, самому городу, что бы хотелось пожелать? Самому городу хочу пожелать, чтобы он становился не только с 16-го года, но и с 17-го. В будущем от года в год все краше и краше. И к своему тысячелетию, чтобы он стал просто супер-европейским городом. Мы любим наш город и хотели бы, чтобы он был в дальнейшем, оставался таким привлекательным для туристов, чтобы еще больше. Чтобы к нам ехали туристы из разных стран, из Европы, чтобы они смотрели на наши достопримечательности. И другие страны узнали про нашу страну больше, так как уже большинство из них знает, но хотелось бы, чтобы еще узнали. Оптимизма, хорошего настроения на Новый год. Сплошного позитива, конечно. Всегда, всегда. Встречайтесь на Новый год с улыбкой. Хорошо, чего бы пожелали именно городу в наступающем году? Город, у нас самый красивый город в мире. Очень красивый город. Очень красивый. Гуляем, гуляем постоянно, много. Очень красиво. Самый красивый город на земле. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Счастья всем, здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. Снега хотелось бы. С Новым годом! Радость в каждую семью, счастье и улыбки всем, чтобы был достаток в каждой семье. Дорогие брещане, пусть Новый год станет для всех вас годом пяти вершин. Первой вершиной, которая покорится вам в этом году, будет любовь. Там наверху вы почувствуете, что жизнь обрела новый смысл и наполнитесь самыми яркими впечатлениями. Второй вершиной будет дружба. Поднявшись на пик, вы увидите, у вас есть настоящие друзья, а значит, жизнь удалась. Третьей станет вершина призвания. Отсюда для вас откроется путь к успеху и исполнению заветной мечты. Четвертая вершина это благополучие. В конце концов вы окажетесь на последней, пятой вершине, с которой будут видны все другие. Последняя вершина будет пустой и тихой, но стоя на ней вы увидите, что в вашей жизни есть любовь, настоящая дружба, призвание и благополучие. И тогда вы почувствуете полное, невыразимо прекрасное чувство, которое наполнит вас изнутри. И вы поймете, что пятая вершина это счастье. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся, а ангел-хранитель вам во всем помогает и бережет. С новым, счастливым 2016 годом! Дорогие брещане! Благодарю вас за нашу совместную работу в 2015 году. Несмотря на трудности, нам удалось сделать многое. В выходящем году мы строили дороги, жилье, развивали социальную сферу. В сложных условиях экономического кризиса народно-хозяйственный комплекс города выстоял и адаптировался. В уходящем году наш город носил особый статус, статус культурной столицы Беларуси. Нам вместе удалось зародить новые традиции, реализовать очень интересные проекты, проекты, которые будут работать и в дальнейшем. Наступающий 2016 год еще на один шаг приближает нас к очень важной дате, тысячелетию нашего города. Очень важно в наступающем году сохранить темпы социально-экономического развития. Очень важно сохранить наше взаимопонимание. Я желаю всем брещанам оптимизма, крепкого здоровья, успехов. Я уверен, что все у нас получится, потому что мы живем в самом лучшем, самом красивом городе на земле, городе Бресте. С новым 2016 годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова